Буквально вчера мы обсуждали историю, что очень много появилось информационных вбросов, откровенной неправды, которую мы пересылаем из чата в чат, из сообщения в сообщения, и даже не задумываемся, правда это или нет. Вот совсем недавно все родители города Екатеринбурга обсуждали появление некой женщины у школ города, которая ходит с электрошокером и забирает наших детей. Откуда берется такая информация? Об этом мы поговорим с главным психотерапевтом Свердловской области Михаилом Перцелем. Михаил Григорьевич, здравствуйте, рада вас встрече. Кто же вот эти люди, которые подбрасывают нам лживую информацию в интернете, в соцсетях, это просто хулиганы или это ваши потенциальные пациенты, которые все-таки делают это, исходя из каких-то своих психиатрических заболеваний? Ну, давайте для начала исключим какую-то конспирологическую версию, потому что не исключено, что в этом есть какой-то злой умысел. И если мы посмотрим, кто же еще может это делать, тогда, скорее всего, мы увидим человека, которому нужно возбудить какой-то интерес к себе, почувствовать себя значимым, почувствовать себя обладающим возможностью влиять на людей, вызывать у них сильные эмоции, чаще всего страх и чувствовать от этого превосходство. Но он же не чувствует обратной реакции. Вот он это отправил сообщение в сеть куда-то там по волнам интернета? Ну, почему же? Мы все сталкиваемся с реакцией, которую проявляют люди на подобные вбросы, на подобную информацию. Мы видим, как мамы начинают больше хлопотать вокруг своих детей, как появляются перепосты, появляются всевозможные интервью. И вот мы в том числе с вами об этом беседуем. То есть, значит, этот человек достиг своей цели. Опасно ли это для общества? Конечно, это обладает определенной опасностью. Мы сталкиваемся, видите, с подобными явлениями не только в сфере распускания каких-то слухов. И вот, например, явление, с которым столкнулись мы несколько лет назад, и которое, ну, может быть, до сих пор актуально, когда одни подростки включают других подростков в различные группы, которые, ну, значит... Приводят к суициду. Приводят не обязательно к этому, но к каким-то определенным действиям, когда человек начинает ощущать, ну, какую-то власть, какое-то вот влияние на других людей. Это, как правило, стремление человека, который сам, ну, в какой-то степени несчастен, которому для ощущения своего благополучия необходимо, ну, вот как-то возвыситься, почувствовать свою, может быть, мнимую, но превосходство над другими. Вы сами сталкивались с подобными информационными вбросами? Может быть, вам что-то попадалось, пересылали, и вы уже можете отличить, что правда и что неправда? Ну, на самом деле, пользуясь социальными сетями, я, конечно, тоже сталкиваюсь с подобными явлениями. И здесь для того, чтобы, ну, вот действительно отличить правду от неправды, особенно тогда, когда неправда подана достаточно искусно, ну, требуется, ну, в общем, достаточно много усилий, ну, и стремления это сделать, конечно. Может быть, есть какие-то конкретные фразы, которые могут нас насторожить? Построение предложений определенные, когда можно вычислить, вот, наверное, вот здесь не совсем, там, хороший умысел в этом сообщении. Ну, как правило, все-таки тут надо обратить внимание на то, что подобные обращения, они прямо склонны не столько вот вызвать какую-то, ну, конструктивную реакцию, сколько направлены на то, чтобы вызвать определенные эмоции. И вот когда есть куча восклицательных знаков, когда есть какие-то вот эмоционально значимые термины, слова и так далее, вот в этом случае, конечно, стоит обратить внимание, ну, и, по крайней мере, перепроверить информацию. А кто аудитория, на которую направлены подобные сообщения? Потому что мужчина, наверное, более рациональный, подходит, читают между строк. Женщины эмоциональны, и мы, может быть, более восприимчивы к подобной информации. Ну, аудитория является все те, кого это может задеть, ну, что называется, личностно. Если речь идет о информации о детях, тогда, конечно, это заденет родителей. Если речь идет о какой-то финансовой информации, это заденет тех людей, которые, ну, вот активно этим занимаются, и для них это индивидуально значимо. Ну, вот, например, мы сталкивались с подобными вбросами, касающимися, там, деятельности банков, например. Помните, это была вот в прошлом году такая ситуация. Сезонность есть вот в этих вбросах? Или если человек преследует такую цель? Не знаю, этот вопрос надо изучать по поводу сезонности. Но мне кажется, что здесь не нужно уповать на то, что вот есть какие-то сезоны для этого, для каких-то явлений, которые связаны, ну, может быть, там, с какой-то нечистоплотностью людей. Наверное, любой сезон хорош, к сожалению. Совет есть какой-то нам всем? Совет нам всем, в общем, проверять информацию, не быть очень доверчивыми. Ну, и, конечно, в общем, включать почаще здравый смысл. Ну, вообще, вот опираться на здравый смысл, перепроверять информацию, наверное, универсальные, ну, правила современной жизни. Спасибо вам большое. Спокойствия нам всем. Спасибо.